всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия девочки сегодня я решила продолжить рассказ о визуальной машине и если вдруг вы захотите купить тойоту кс 858 то тогда это видео для вас будет полезно то есть я в этом видео хочу рассказать о том что входит в комплектацию этой машины потому что я столкнулась с тем что я в принципе сама очень долго искала что спросить у продавца на авито потому что я покупала машинку удаленно вы уже наверное знаете я не первое видео об этом снимаю вот и для того чтобы проверить все ли есть в составе у данной машинки я решила снять для вас вот такое видео смотрите во первых каретка которая вяжет есть еще ажурная каретка она лежит в коробке отдельно вот эта каретка должна быть установлена на машине и когда вы ее приобретете ну то есть вот в таком положении каретка здесь стоит на самой машине она не двигается здесь есть транспортировочный ключ который держит каретку чтобы во время перевозки она никуда не ездила и не повредила машину вот здесь вот откручивается вот такая деталь и достается этот ключик все больше он нам пока не нужен мы уберем его вот сюда опять же чтобы не потерять я кладу его вот сюда смотрите вот эта ручка должна быть вот в таком сложенном положении когда мы ее поднимаем она защелкивается и стоит уже прямо никуда не наклоняется то есть видите она зафиксирована здесь есть на самой ручке кнопка мы ее нажимаем и тогда ручку можно сложить так поехали дальше что входит вот в этот набор мы уже открывали эту крышечку давайте теперь заглянем что здесь у нас есть так каретку пока я отодвину чтобы она нам не мешала смотрите здесь есть два грузика кошечки их называют вот такие у них свое место и они всегда вот в этих вот ячейках у вас будут лежать в комплекте обязательно масло идет дальше когда мы откроем первый раз машину вы увидите там вот такую запчасть вот смотрите ведь вот такой крючок это у нас рычаг счетчика рядов вот эти счетчик рядов вот здесь вот такой вот механизм который должен как-то поворачиваться и если мы проезжаем здесь кареткой со счетчиком ничего не происходит так вот вот этот рычаг счетчика рядов вставляется вот сюда и дальше уже видите он задевает вот этот язычок и считает нам ряды в обратную ряды можно так вот вручную скинуть все про счетчик показала так дальше в комплект входят 3d кира для переноса петель то есть декер 12 декер 32 и 31 вот видите у них разные хвостики плюс еще идет вот такой вот петли уловитель они будут лежать вот в этом отсеке но удобно их во время работы держать вот в этом стаканчике дальше здесь на своих местах вот такой вот твердый парафин находится потом их ставят на нити натяжитель для того чтобы ниточка немного парафинилась и была гладкой и удобной для вязания машинки так смотрим дальше здесь у нас идут три запасные иглы селекторный рычаг обязательно проверяйте чтобы вот этот селекторный рычаг был у вас в комплекте если его не будет все машинка будет вязать у вас только лицевую гладь все остальное вы не сможете сделать без него дальше здесь идут вот такие маленькие два зажимчика для перфокарт щеточка для очистки машину и вот такой нейлоновый кордовый шнур я уже тут им повязала он у меня вот такой кудрявенький стал в этом же отсеке у вас будет лежать вот такая селекторная гребенка или линейка ее называют один на один то есть этой линеечкой удобно отбирать иглы для работы ах да чуть не забыла еще будут лежать в этом же отсеке вот такие вот струбцины для крепления машины то есть их будет две штуки и машину вы будете крепить к столу при помощи вот таких вот струбцин так смотрите это у нас крышка корпуса машины и в ней точно также лежат здесь кое-какие детали во-первых вот эти металлические запчасти я не знала что это такое но мне девчонки подсказали и я разобралась с этим смотрите это дополнительные полозья для того чтобы при вязании больших вещей у вас не уехала никуда каретка и не упала то есть вот так вот это для того чтобы каретка не слетала с машинки устанавливаются они легко убираются точно так же легко потому что когда у машины тут еще вот этот вот хвост будет с двух сторон до их две штуки вот на одну сторону устанавливается и на другую убираются они в корпус машинки также легко как и достаются вот то есть их легко можно достать по необходимости также на корпусе будет закреплен в инструкции это называется прессер полотна его называют еще плечо каретки вот такая вот большая деталь и и мы устанавливаем на главную каретку вот здесь вот раскручиваются вот эти винтики заводится фиксируются и винтики закручиваются обратно здесь у нас вивинговые щетки вот они нити направитель и челнок то есть вот сейчас у нас каретка полностью в сборе смотрите дальше буду снимать с рук потому что следующая деталь очень такая большая эта деталь также лежит в корпусе машины и она состоит из двух частей вот первая деталь это вот такой вот стержень нити натяжителя и сам нити натяжитель вот видите вот здесь у нас регулировка натяжения нити будет идти и есть три вот таких вот длинных при длинных ус а вот такой такая конструкция идет к машине вот так он собирается и устанавливается вот здесь в этом месте и еще есть одна деталь которую а я уверена вы скорее всего не сразу найдете смотрите вот она крышка корпуса и я сначала ее потеряла я знала что она есть но почему-то не могла найти вот здесь вот есть вот такие вот защелочки с двух сторон здесь точно также и посмотрите достается натяжная гребенка вот она вот такая вот длинная состоит она из двух частей вот здесь вот шов она расцепляется так и одной рукой у меня сейчас не получится сделать это вот я разъединила их то есть если вы вяжете что-то маленькое вы можете использовать вот эту маленькую деталь если вы вяжете что-то побольше вы используете уже вот такую более длинную деталь и если вам необходимо вязать на всю ширину игольницы то тогда соединяете эти две детали и у вас будет длинная натяжная гребенка в сборе так дальше в комплекте есть еще ажурная каретка либо каретка для ажурного вязания сейчас посмотрю как она точно называется в инструкции а в инструкции она называется кружевная каретка так и еще есть составе конечно же инструкция инструкцию я уже говорила я скачивала из интернета распечатывала и вот себе сделала такой журнальчик так скажем нас настольную книгу и еще идут перфокарты девочки я сама немножко вошла в заблуждение и вам показала в прошлых видео перфокарты на 24 петли то есть я сказала что перфокарты можно купить но не тут то было оказывается с этой машинкой идут перфокарты на 12 петель так вот смотрите здесь еще у этой машины есть вот такое селекторное устройство смотрите вот здесь вот видите кнопочки и принципе вот с этим селекторным устройством можно вязать точно так же как по перфокартам то есть смотрите машинка полностью механическая и в принципе узор можно набирать вот этими кнопочками например как на перфокартах есть не пробитые участки есть дырочки да пусть у нас будут не пробитые участки вот так вот в таком положении а там где должны быть дырочки на перфокарте вот так вот отщелкиваем эти кнопки и селекторным ключом отбирается отбираются иглы давайте сейчас быстренько покажу вам суть вот мы с вами отобрали какой-то узор то есть каждый ряд просто придется отщелкнуть вот эти вот кнопочки и можно вязать без перфокарт вот у нас селекторный ключ я вставила здесь на углу внизу есть место под этот селекторный ключ вы его сюда вставляете и он у вас когда необходимо здесь находится итак мы с вами вяжем какую-то деталь вот у меня отобраны иглы для работы сделали здесь отбор на селекторном устройстве дергаем ключ и вот у нас те иглы которые нам необходимы по рисунку выстроились в нужном порядке таким образом работает механическая вязальная машинка то есть замечательно если в комплекте будут присутствовать перфокарты я не знаю к сожалению можно ли найти чистые перфокарты для того чтобы сделать самостоятельно найти где-то в продаже вот если я найду я конечно же вам потом скажу но вот эти вот на 12 а вернее на 24 петли перфокарт сюда не подходят то есть я вот ведь набила узор решила попробовать и поняла что машинка то вязать не хочет вот и думаю я вас то тоже ввела в заблуждение сказала что перфокарты продаются в свободном доступе но к сожалению это не так ну я как я уже сказал если я найду чистый перфокарт на 12 петель в свободном доступе я вам об этом обязательно скажу и что я хотела сказать что по перфокартам эта машина вяжет точно так же механически то есть сюда вставляется перфокарта и каждый ряд надо дергать рычаг вот этот вот селекторный для того чтобы отобрались иглы самостоятельно по перфокарте они не отбираются в этой машине и так девочки я надеюсь что я рассказала все ничего нигде не забыла и мне хочется чтобы это видео все-таки было для вас полезно потому что я знаю у многих машинки куплены и лежат где-нибудь на чулане только потому что с ними не смогли разобраться давайте разбираться вместе если действительно у вас такая машинка лежит дома и вы не знаете с какой стороны не подходить либо вы захотели купить такую же машинку я говорю что эта машинка очень простая то есть на сегодняшний день существует конечно великое множество интереснейших многофункциональных машин у них столько операций я никого конечно не призываю покупать такую машинку она слишком проста на сегодняшний день но связать на ней можно много чего так что если вам необходима информация как вязать на такой машинке возможно на какой-то другой однофонтурной машине подписывайтесь обязательно на канал будем разбираться вместе будем двигаться к более интересным моделям машин и с ними разбираться тоже все о чем узнаю сама расскажу вам на этом у меня все если у вас остались какие-то вопросы обязательно задавайте в комментариях увидимся в следующих видео всем пока пока